Есть ли исследования о возможной связи дефицита железа с состоянием миокарда? Ну, давайте я, наверное, этот вопрос отвечу, потому что мы, видимо, одни из первых, кто описывал эту ситуацию еще в конце 90-х годов. Моя докторантка, значит, Горохова, была такой врач, специалист по эхокардиограмме, она как раз обнаружила связь дефицита железа с диастолической дисфункцией Стана Георгиевна. Ну, во всяком случае, одна из первых она это описывала, и она описывала, что назначение препаратов железа уменьшает, у таких больных, естественно, при дефиците железа, уменьшает диастолическую дисфункцию. Ну, мы всегда говорим, что железо же входит во все энергетические системы, во все обменные системы, где требуется любая энергия, там требуется железо, и поэтому дефицит железа сопровождается всегда снижением функциональной активности, будь то головной мозг, будь то мышечные любые ткани системы и так далее. Поэтому, конечно, да, связь есть, но это связь приходящая, то есть вы назначаете железо, даете железо, и у вас уходят функциональные нарушения. К сожалению, вот для мозгов на детях показано, что мозговая недостаточность у детей с дефицитом железа в первый год жизни сохраняется еще пять лет после того, как они подросли. То есть она не устраняется даже на фоне компенсации дефицита железа. Что у пожилых, не знаю, надо изучать эту тему отдельных исследований, но наверняка тоже дефицит железа должен как-то ментально сказываться. Продолжение следует...